Так, сегодня какое число? Кто знает? У нас 15-е вроде. 15-е чего? Октября. 15-е октября, правильно. Вчера, значит, какое было? Как раз. 14-е. 14-е октября и огня. Покров при Святой Богородице. Покров при Святой Богородице. Кто нам сможет рассказать про этот праздник? Я. Говори. Что было, что, откуда история этого праздника? В сверху случился пожар Покровский. А, ну так. Все, Покров, она услышала слово Покров, и она знает, потому что она рядом живет, что в Покровском соборе, рядом там здание общежития регенское, был очень сильный пожар, и даже взрыв был газа. Подальше от Покровского. Да, от Покровского собора. Но это не праздник. Где-то написано, там угорела чага. Да, мы молились, да. Всем сообщили. Покровский собор, а рядом, да, там еще здание есть, и общежитие было там, и еще что-то. А, чага сгорела. Люди остались, да, без вещей, без жилья, потому что они вышли сами, а вещи-то как, там же газ должен был взорваться, боялись, поэтому ничего не взяли, и теперь вот сбор средств, вещей, поэтому иметь там дети вроде кого-то. Так это же взрыв. В церкви. Я расскажу. Это когда Мария как умерла, но заснула. Нет. Тише, тише, ну не перебивайте. И когда ее в гробу относили, вроде бы как подошел человек, и его, типа, отойди, отойди. Это ты про успение, наверное, хотела сказать. А я хотела сказать, там у них наступали враги, да? Враги наступали, да. И они пошли Богу молиться. Пошли Богу молиться, а никто? И увидели, как их пришла Богородица и покрывает им. Так, уже ближе, теплее. И она покрыла своим братком, сняла и покрыла. Да, покровом. Покровом что называют? Как бы вот покрывало, платок, какой-то ткань. Вот как одевается. То есть, вот вы видите у Богородицы, и на плечах что-то вот так вот на иконах рисует. То есть, вот такой вот какой-то покров, какой-то как плащ, как вот какая-то накидка, как сейчас бы сказали палантин. То есть, это называется покров. То есть, вот что-то из ткани. И люди молились, наступали враги. В храме шла молитва. Ее родивый Андрей увидел, как явилась Пресвятая Богородица. Описание, что рядом с ней были ангелы и свечения. Именно он это видел и его ученик. Он спросил ученика, ты видишь это? И он тоже ответил, видел. Потому что люди молились, наступали на них, на город враги. Город Константинополь. Тогда это был христианский город. Назван в честь кого? Кто знает? В честь Константина. А кто такой Константин? Константин. Кто знает, кто такой Константин? И в честь него был назван целый город. Но это было очень давно. Это было более тысячи лет назад. Конечно, это святой. И кто такой святой Константин? Константин был Константин. Император, Ливия сказала. Император Константин. Правильно. Мы как-то про него уже читали, что он был язычником. Это была Римская империя. Помните, мы много читали императоры римские, они кому поклонялись? Вот мы читали. Они поклонялись какому-то... Юпитеру, Богу Солнца. Помните, заставляли святого Вита, мальчика, поклониться. Кто был император? Это там диоклетиан, да, гонители христиан. Христиане уже были, их гнали, их распинали, их животным скармливали на аренах. А первый император, который разрешил и прекратил гонения на христиан, был император Константин. Вот. И этот императору Константину вот этот город и назвали в честь его именно этого Константин. А я знаю, почему он прекратил. И город был Константинополь. Почему? Потому что он сам живет. Он сам поверил во Христа. И когда он воевал, там была какая-то битва, ему было явление или там во сне что-то, я уже точно не помню. И он сказал всем своим воинам нарисовать на щитах крест. На щитах. И в сражении они победили. И для него это был знак, что это от Бога, от Бога истинного. И он разрешил, что христиане существовали, а потом они и церкви стали. А потом, когда гонения на них на этот период прекратились. А потом когда? И в честь него назван был этот город Константинополь. Кто знает, есть сейчас этот город? Существует? Да, Поля? Нет. Ну хотя бы существует, но только название. Название другое. Как называется сейчас этот город? Новосибирск. Как этот город называется? Который был назван в честь святого равнопостольного императора Константина. А потом его все-таки, ну спустя какое-то время, потом его все-таки захватили мусульмане. Сейчас там мусульманская страна, мусульманские храмы стоят. И город называется Южалия. Нет. Египет. Все, не выкрикивай, просто так. Стамбул, правильно? Стамбул называется этот город. Он в какой стране? Турции. Турции. В Турции этот город находится. Мусульманская страна. А раньше вот это было... И там, когда они молились, тогда там в 10 веке молились, и вот юродикому Андрею было такое введение, что явилась Богородица с ангелами. В одном месте написано, что рядом с ней был Иоанн Богослов и Иоанн Креститель. И она молилась, слезно молилась, он это все видел. И Покров ее сиял, как молния. Все видели молнию грозу? Да. Крепляющий, да? Синяя. Мам, тебе и что сейчас? Это ябра тоже в утром праздник Покров. И Богородица молилась в Краме вместе с теми, которые молились, враги наступали. И потом сняла этот плат и как бы покрыла всех молящихся этим платом. И удалилась. И написано, и оставила здесь вот такую, как бы вот покрыла их своей благодатью. То есть, как в виде какого-то свечения, молитвы. Нет, и враги после этого отступили от этого города. И в честь вот этого события празднуется данный праздник, что Покров Пресвятой Богородицы. Мы все молимся, Богородица, Пресвятая Дева, моли Бога о нас, покрой нас своим покровом, своей благодатью, своей молитвой, помолись за нас. Вот это такой праздник. Этот праздник особо вот празднуют в России. Почему-то вот у нас очень любят этот праздник. И в некоторых странах его даже не знают, но вот у нас в каждом городе есть храм Покровский. И в деревнях все это храмы, именно Покровский храм, Покровский собор и так далее. Мама, а ты рассказывала, что их не могли победить, да? Да. Потом, еще через много-много лет победили потом все-таки, пришли все-таки. Но, наверное, уже не было таких хороших молитвенников, которые вновь пришли и помолились о своем городе. Уже люди, может быть, отступили от Бога, стали плохо молиться, много грешить. И уже Господь попустил, что враги все-таки их захватили. Но это было намного позже. Это потом в школе будешь, что-то прочитаешь. Так. Вот такой праздник. Запомнили? Да. А, давай. Покровь толщины. Представляете? Поп-поп-поп. Да вот не верю, чтобы сказать, вот, все, Боженька покрыл, или Богородица покрыла снегом, льдом, все. Но это вот неправильное представление, такое по-мирски. Что снегом закрыли землю, значит, покров при святой Богородице. А у нас дома в большой бочке вода замерзла до вот такого. Столько, да? Ну, прям мы стояли, хотели разбить, но не получалось. То есть уже ночью был сильный минус. Ну, у меня, я ведрец, веделки свои маленькие, я стою воды, а потом замерзали, а потом замерзали. Ты по теме хотела или по воде? По воде уже сказали, хватит. Да, сядь на стульчик, сядь. Сейчас к нам не будешь стоять, ножки встанут, сядь, пока разрешено сидеть. Так. Вот такой вчера был праздник. Это один из главных православных праздников, которых у нас 12. Кому я просила доклад подготовить по 12 праздникам? Не входит в 12? Не входит. Да? Ну, вот видите, я даже не... Кто нам обещал сделать доклад, выписать все 12 праздники, вот видите, я тоже посчитала, что это такой большой, великий 12 праздник. А он туда не входит. Парас! Парас! Парас, пожалуйста, я позвоню. А кто у нас такой ответственный? Кто мог бы выписать их? Это же просто найти через поисковик, распечатать, либо от руки написать. Тут личница у нас есть. Ага. Ты же не будешь делать, это мне придется делать. Надо, чтобы кто-то... Ага. Ага. Нет. Это у нас может сделать, наверное, Леонида. Или Ксюша. У вас есть принтер? Нет. Нет. Ксюша. Так. Ксюша. Христос умер за грехи наши по Писанию. И он погребен был и воскрес третий день по Писанию. Первая Коринфянам 15. 15. Папетнадцать. Партанами. 74. Я думала, мы по отдельности что-то... По отдельности. Ты выучила по отдельности? Говори. Да. Давай. Христос умер за грехи наши по Писанию. И он был покребен. Это стих, кстати, он здесь сокращенный, потому что здесь стоят многоточие пропущенные. Здесь какие-то слова пропущенные, то есть сделано... Не, видите, как там многоточие, то есть, ну, не полностью взятые. То есть, сам стих гораздо больше, но здесь самая, вот, как говорится, соль, самый смысл, да? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Соль, образное выражение, соль, значит, самый-самый главный смысл. Говорят, это самая соль. Или вот в чем самая изюминка. Изюминка, небольшая изюминка. Образное выражение, значит, соль. Образное выражение, как называется? Соль. Иисус. Нет, как? Вот ты учила, в занятиях у тебя было. Как это называется? Кого? Образные, устойчивые выражения, которые не надо буквально понимать. Например, вешать ковшу на уши. Моним. Нет. Эти изюминка. Азиологизм. Азиологизм. Я забыла. Так, все, тише, тише. Ну, например, вешать лапшу на уши. Или медведь на ухо наступил. Или открывать Америку, я помню. Открывать Америку, да, да. Водить за нос и так далее. То есть, буквально не надо понимать эти ссы. Нужно... Так, давайте прочитаем какой-нибудь коротенький рассказ. Два платочка. Ну-ка, что это за рассказ? Два платочка. Это Ваби Надина, наверное, книжка? Да. Да, Ваби Надина. Два платочка. Одна девочка... Кто, тишина? Одна девочка, приходя в детский садик, сюда приносила с собой два платочка. Воспитательница спросила, а зачем тебе два платочка? Один для носика. А второй? А второй девочка опустила глазки и ничего не ответила. А второй ты для кого принесла? Для чего? Спросила воспитательница. Чтобы вытереть глазки у моих друзей, когда они заплачут. Всё. Рассказ кончился. Я подумала продолжение. Бежи. Всё, нету. А коротенький есть? Так, Денький, там нету. Бежи сам рассказ. Так, другой стих. Ну, я поясню. Значит, о чём здесь речь была? А первый платочек для носика, а второй, чтобы голову покрыть? Нет. Это книга детям о доброжелательности. То есть девочка маленькая уже была не жадина. Маленькие, как правило, всё-таки жадины, всё-таки вот всё только для себя, всё им жалко. Очень редко, чтобы маленький ребёнок и уже понимал, что такое щедрость, добро, милосердие, делиться. И очень это трудно. Вот я вот вижу последним, что это приходит немножко позже. Особенно там в три года, там попробуй отобери игрушку, сцепиться зубами, руками, вещать, кричать. А попозже уже наступает такое, что поделиться можно и так дальше. И так далее. Так вот, маленькая девочка, которая уже в своём юном возрасте уже позаботилась, что кому-то другому ещё про запас взять себе и кому-то ещё. Вот, наверное, об этом здесь такая история, что она была уже добрая и думала не только о себе. Маленькие дети-эгоисты. Ну вот, надо учиться быть добрым, делиться и думать ещё о ком-то, кроме себя. Понятно? Мы с моей соседкой Галкой сочиняли обижалки. Вот придёт обидный срок, а у нас готово впрок. Я скажу ей, ты ворона, а она мне, ты глухарь. Я скажу ей, макарона, а она мне, а ты сухарь. Я ей, мышь, а она мне, крыса, сойка. Ой, чем мы занялись? Ничего нам обижалки. Мы стоим соображая, мы совсем друг друга с Галкой никогда не обижаем. То есть придумали-придумали? Ой, что мы делаем? Этого нельзя делать. Разве можно придумывать обижалки? А многие придумывают. И начинают друг друга. И верующие тоже, ябеда, корябеда, солёный огурец начинают друг друга. А этого делать нельзя. Это плохо. А Сеня мне так называл. Да. Обзывал так меня. Так, про Федю мы читаем. Какой Федю? Сеня. Тише. Я его толкала, он меня толкал. Я его толкала, потому что... Тише, вот ещё коротенький рассказ про обидчиков. Толя часто прибежал со двора и жаловался, что ребята его там обижают. Мне жалуются, сказала мать. Надо самому лучше относиться к товарищам. Тогда и товарищи не будут тебя обижать. Толя вышел на лестницу, на площадке один из его обидчиков, соседский матчер Саша, что-то там искал. Мать дала мне монетку на хлеб, а я её потерял. Сказал он, не ходи сюда, а то затопчешь, я её ищу. Толя вспомнил, что сказала ему утром мама и сказал. Я её не затопчу, я тебе помогу её найти. Давай вместе искать. И мальчики стали вместе искать потерянную монетку. Толя посчастливилась. Под лестницей, в самом уголке блеснула монетка. Он её поднял и отдал Саше. Вот она! Испугалась нас и сразу нашла, что мы вдвоём её ищем. Спасибо тебе, сказал Саша. Взял монетку и вышли ребята во двор. Не бойся, иди, ребята тебя не тронут, а я побегу в магазин за хлебом. И он поехал по перилам вниз. Из тёмного пролёта лестницы весело донеслось. Выходи, Толя! Кто? Кто? Ну, ребятишки кричат, что Толя, выходи. То есть они, наверное, до этого ругались, всё время там обижали, толкали, может быть обижали. А это кто спустился по лестнице? Да оба спустились. Один в магазин пошёл, другой гуляет. И вот не стал с ним ссориться дальше, ведь он его обидчик, а он говорит, давай я тебе помогу. То есть он первый пошёл на примирение. Ведь он домой пришёл, жаловался, что его обидели, может быть, даже побили. А вот обиды не вспомнил, и вышел, не стал ни ябедничать, не стал ни драться, опять ни задираться. А что? Предложил твою помощь. И тот, видя его доброе намерение, тоже стал с ним дружить. Теперь всё, выходи, будем играть. Вот такая вот маленькая история. Детям о доброжелательности. Белорусская православная церковь, издавая эту книгу. Город Минск, Республика Беларусь. Книги, которые там, ребятишки, ещё раз говорю, вы их можете брать, читать. На полочке у нас там, в детской комнате. Нет, в детской комнате. Но, пожалуйста, домой не забирать без разрешения и относиться к ним очень аккуратно. На пол не кидать. Читать не умеешь, не бери. Бери там, где картинки. И вот книжка толстая, например, тяжёлая, но вот эта не такая. Возьмут за одну корочку. Корочка отрывается уже. Там уронили, порвали, концы обили. Будьте аккуратны, понятно? Эти книги все принесли из личной своей в библиотек. Там составили бутик, ну и аккуратно. Брать можно. Разрешение спрашивать не надо. Но относиться аккуратно. И точно так же, как вы их взяли, нужно поставить. А то иногда приду вот так горой накидано, всё валяется. Что-то на столе, что-то на кровати. Это не дело. Так, почитаем. Ещё время у нас есть, да? Не зовут нас, не поют? Нет ещё. Так. Какой рассказ почитаем? Мы уже здесь практически все их перечитали. По какой номер рассказа? И мы откроем его, прочитаем. Давайте. Шестой. Шестой? Давайте шестой. Леночка, мамочка. Всё, уже шестой сказали? Спите долго. Да. Поля, быстро. Не надо долго ждать. Готов ответ. Так. Шестой рассказ называется «Союз Бога с Ноем». Много дней и ночей плыл Ной и его семья по бесконечному океану. Ливень прекратился, но ещё нигде не было видно земли. И вот однажды Ной заметил, что ковчег перестал двигаться, и что-то ему мешает. Ну и понял, что вода начала постепенно спадать, и ковчег остановился на вершине горы, которая появилась из-под воды. Бог не забыл Ной и всех, кто был с ним в ковчеге. И по его слову, то есть по его, большой буквы, по слову Господа, вода стала спадать. Вот мы читаем рассказы, которые описаны в Библии, но это Библия в пересказе, понимаете? Она написана, вот, Библия для малышей. То есть здесь вот не точно слово в слово, как Библия, то есть на основании Библии своими словами автор вот этого сборника изложил, чтобы было легче, проще читать для детей. Когда вы вырастете, вы будете читать взрослую Библию, а здесь, может быть, немножко, но не совсем прям точно, как по Библии. Понятно? В пересказе. Шли дни, и Ной захотелось узнать, не появилось ли где-нибудь суша, куда бы он мог сойти со своей семьей и всеми, кто жил на корабле, на ковчеге. Но окно ковчега было очень высоко, люди ничего не видели, кроме неба. Тогда Ной взял ворона и выпустил его в окно. Если ворону негде будет присесть, он не сможет отдохнуть, он полетает, полетает, крылья его усталым, и он вернется обратно. Ворон улетел, все ждали, что же будет. Прошло какое-то время, и ворон... Что ворон? Вернулся, тайно. Ворон вернулся. Ной понял, что земля еще из-под воды не появилась. Мам, как он ведь стоит? На горетку. Еще не стоит, еще на воде стоит. Просто там на дне, где-то там далеко, глубоко, гора. И ворон вернулся, значит, земли еще нет. Еще несколько раз улетал ворон, вновь возвращался, так как не находил себе другого места отдыха, как вернулся на ковчег. Прошло еще несколько дней, но и решил выпустить кого? Голубя. Голубя, правильно. Чтобы узнать, спала ли вода. И птица вскоре вернулась. Спустя семь дней, Ной снова выпустил голубя. На этот раз голубя долго-долго не было. А когда он вернулся, в клювике держал оливковую веточку. Веточку. Значит, где-то уже показалась земля и даже растет дерево. Ной подождал еще семь дней и снова выпустил голубя. Долго ждали они в ковчеге, когда он вернется, но птица так и... Не вернулась. И они поехали на ковчеге. Ага, поехали. Включили мотор, завели ковчег, мы поедем искать желубя. Поехали, да. На красавице не вернулся. И Ной не выходил из ковчега. Они ждали разрешения от Бога. Через некоторое время, ведь Бог разговаривал с Ноем, помните, он ему четкие указания давал, как построить все. Это были несколько всего таких человек в Библии, с которыми Бог разговаривал лично. И Бог указал ему, когда ему выйти, когда ему выпустить животных. И Ной ждал этого указания. После этого он открыл дверь, и все животные спустились с горы вниз, на привольные поля, равнины. Птицы с раздостным щебетом вылетели на открытый простор. Восемь человек тоже покинули ковчег и стали медленно спускаться с горы. Опустевший ковчег остался на горе. Земля была сухая, и ковчег им больше был не нужен. Ной построил алтарь, чтобы принести жертву Господу. Ведь это Господь опять высушил землю. Ной хотел спросить Бога, позаботиться о земле, о людях, о животных. То есть, он хотел... Что такое алтарь? Какой алтарь он построил? Как вот у нас в храме алтарь, или какой-то другой? Какой-то другой. Алтарь раньше как выглядел, мистер? Как в Ветхом Зависе внецовлял с собой место алтарь. Это святое место было. Из камней, правильно, Тарас? Из камней делали алтарь или по-другому как? Жертвенник. На нем приносили жертвенное животное. И? Можно вопрос. Ведь мной по два животного ковчега. То есть, там было две овечки. То есть, он убил. Чисто по семи же. Нет, он больше, конечно. Во-первых, им нужно было что-то кушать. А не фрукты кушать. Обедать. Вот. А потом для жертвоприношения всегда были отдельные. Эти были для размножения, а отдельно были сход запасен для того, чтобы для молитвы, для жертвоприношений. Они же быстро размножаются еще. Да, представляешь, они сколько времени. Там уже целое стадо, наверное, было. Так они, потом, когда двух родили, они поженили все родители себе. А родители себе. Он зарезал несколько животных, выложил их на алтарь, поджег дрова, и животные сгорели. То есть, жертву принес на алтаре. Богу очень нравится, что Ной принес жертву. Я больше не буду именно так вот наказывать землю. Я знаю, что люди все равно будут продолжать совершать плохие поступки. Я буду теперь заботиться о земле. В Библии надо будет почитать более точно, как сказал Господь. Бог сказал об этом Ною и заключил с ним союз. Бог обещал заботиться о земле, о людях, о животных и больше никогда не посылать потопа. И знаком того, что потопа больше не будет... Радуга! Правильно. Радуга. Вот он, из камней выложен. А это что? Этот жертвенник. Сядь. Жертвенник. Иной стоит спиной. Молится жертвенник из камней. И радуга. Каждый раз, когда вы видите радугу, вспоминайте, что первая радуга, до этого не была, была показана Господом Ною, как союз. Как и все цвета с радугой. Он что-либо вот так вот один цвет показал? Преломление света такое, физическое явление. Бог его впервые тогда сделал. Все, пойдемте. Тихонько. Мальчишки, вы старайтесь подниже сюда. Уберите нас сегодня много, чтобы им все места с утра хватило. Будем выключать? Не забывайте книжечки. Господь, если бы всем обидимым, сказал пути своем, мои силы, сыновым израильевым, хотим я в свое. Четы милости Господь, долго терпили вы много милости, не до конца прогнивается, неже век прождует. Не по беззакониям наших сотворилось нам, неже по грехам нашим воздал есть нам. Яхо, по высоте небесни от земли, утвердилось Господь, милость своем на боящихся его. Яхо, по высоте небесни от земли, яхо, по высоте небесни от земли, утвердилось Господь, боящихся его. Яхо, который поднос создание наше, помилуяка, берстесь мы человек. Слава Богу, яка права милу, яка цвете, яка цвете, яка дух против него не будет и не познать тому место своего. Милый же Господь не от века и до века наборящихся его и правда его на цене сынов хранящих завет его и помнящих заповедей его творития. Господь на небесе уготова престол свой, ведь царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы его, сильные крепости творящие слово его, услышите благословец его. Благословите Господа все силы его, слуги его, творящие волю его. Благословите Господа все дела его, на всяком месте владычество его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присвоим во веки веков, аминь. Благослови, Душа моя Господа, и все внутреннее мое, имя Святое Его, благослови мне си Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну.